Завершается год и, оглядываясь назад, мы уже сегодня пытаемся понять, какие события войдут в учебники истории, кто станет символом эпохи. Политика, экономика, культура, чрезвычайные происшествия, но главное – люди, которые составляют славу страны и которые навсегда останутся с нами в памяти и в сердцах. Он придумал самые пронзительные и светлые мелодии нашего детства, и они навсегда останутся с нами. Композитор Владимир Шаинский сумел одной лишь улыбкой сделать хмурый день светлей, и, кажется, его задушевной музыкой говорила сама любовь. Из всех фильмов о войне зрители сердцем выбирали «Летят журавли» – самая искренняя роль Алексея Баталова. Но мы любили его и за Сашу Румянцева, и за ученого Гусева, за князя Трубецкого, простого слесаря Гошу, в которого были влюблены все женщины, и, конечно, за обволакивающий голос в тумане. «Благодарю людей, которые приняли как-то эти фильмы. Это как награды, как дыхание». «Штирлиц, а вас я попрошу остаться». За каждой ролью Леонида Броневого не просто глубина и мудрость, а отражение собственной, трудной и во многом трагической судьбы. Он говорил, не люблю людей, которые много улыбаются. Уж лучше мрачные, наученные горьким опытом они не предадут. Но в то же время он высекал улыбки, заставляя любить жизнь во всех ее проявлениях. «Заметьте, не я это предложил». Основательный, тонкий, самобытный и спокойный к славе. Он мог передать и простую солдатскую боль, как в 20 днях без войны. И все безумие Распутина, да так отчаянно, что до инфаркта. Большой русский актер Алексей Петренко, он жил и играл на разрыв души, и нашей, и своей. «Нет, так любить никто не может». «Они не вернулись». Ее неожиданный уход стал ударом. Нежная и хрупкая Вера Глаголева, символ поколения на экране и в жизни. Актриса с особенной интонацией и обаянием, и в то же время глубокая и сильная. Она успела доснять свою последнюю картину. И лишь после растаяла, как утренняя звезда. Я ему вчера сказала, что так себя вести нельзя. Он еще больше рассердился. Не стало в этом году одного из главных красавцев нашего кино. Олег Видов. Романтик и баловень судьбы. Для многих он и останется героем из сказки, которых в жизни не встретишь. На свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесить. Георгий Тараторкин оставил после себя не только одного из самых ярких раскольниковых в нашем кино, но и крупнейшую театральную премию «Золотая маска». Во многом благодаря Владимиру Толоконникову мы полюбили эту экранизацию булгаковского собачьего сердца. Ему так точно удалось передать всю сущность Шарикова, что никого другого в этой роли теперь невозможно представить. Один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет. Внезапная смерть актера Дмитрия Марьянова стала словно расставанием с кем-то близким. В его обаятельнейшего Алика Радугу были влюблены все ровесницы, а мальчишки хотели быть похожими на него, пережить те же приключения и такую же первую любовь. В этом году от нас ушли люди, которые безнадежно любили телевидение и отдавали ему все свое время и сердце. Автор самой пронзительной программы «Жди меня» Сергей Кушнерев также искренне переживал за людей, которым удалось найти друг друга, как и мы сами, сидя у экранов. Он перезапустил культовый взгляд и заставил всю страну волноваться, кто же он, последний герой. Обязывает, я не знаю, совесть, чувство вкуса и обязательства перед родными и близкими. Легенда нашего телевидения Галина Шергова оставила десятки документальных фильмов, но сама больше всего гордилась простыми и сердечными словами, которые написала для знаменитой «Минуты молчания». Ведущую и журналиста Елену Миронова любила не только вся страна. За голос, остроумие и элегантность, но и коллеги за особенную душевность и отзывчивость. Спортивный комментатор Владимир Перитурин запомнился зрителям, как человек, который искренне любил свое дело. Сам бывший футболист, он с азартом рассказывал стране, как играют другие. Те, кто поставил воду, может пить эту воду в течение всех дней, пока ее хватит. Алана Чумака именно телевидение сделало популярным. Вся страна заряжала перед экранами воду и кремы. Якобы его энергия исцеляла от многих недугов. А может быть, людям тогда просто нужно было во что-то верить? Идут белые снеги, как по нитке скольза. Он был свидетелем самых замысловатых, трагических и фарсовых моментов мировой истории. Великий русский поэт 20 века Евгений Евтушенко ушел от нас, оставив вселенную смыслов и переживаний. И, конечно, эти проникновенные строки. О, кто-нибудь, приди наружу чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Главным наследием писателя Даниила Гранина для всех нас стала блокадная книга. Неоспоримый документ эпохи, откровенные и ошеломляющие свидетельства людей. Они доверяли Гранину, который и сам не знал, как выжил в окопах под Ленинградом. Блокада – это трагедия невозможности остановить смерть. Он заставлял нас смеяться, и даже в трудные времена, когда, в общем, было не до смеха. Писатель Михаил Задорнов был и гостем в дни любого праздника, и тем человеком, который научил нас смеяться над самими собой, без всякой злобы, просто для хорошего настроения. Мы – и их Рождество, и наше Рождество, и по старому стилю, и по новому. Он любил Россию и ее историю, такой, какая она есть, со всеми войнами и бедами, трагедиями и героями, и оставил все это на своих полотнах – легендарный художник Илья Глазунов. Дважды олимпийская чемпионка и четырежды чемпионка мира – знаменитая фигуристка Людмила Белоусова. В паре с Олегом Протопоповым они изменили и само фигурное катание, выполнив многие элементы впервые. Первая женщина, преодолевшая звуковой барьер за штурвалом реактивного истребителя Марина Попович, ее имя знает весь мир и будут помнить сотни учеников, таких же покорителей неба. Он говорил, что только его работа способна предотвратить ядерную угрозу и спасти человечество. Юрий Дроздов возглавлял нашу нелегальную разведку и создал группу «Вымпел» и был ключевым участником выдающихся спецопераций. Нарисованная им схема укреплений позволила быстро взять дворец Амина в Кабуле, а блестящие переговоры обменять советского разведчика, известного как Рудольф Абель, на американского шпиона Пауэрса. Я старался держаться так, в стороне немножко за машиной стоял. Николай Алексеевич пошел, опознал Абеля на мосту. Так, американцы опознали своего и разошлись. Спасибо, что боролись за Россию. Эти слова звучали вслед ушедшему от нас Виталию Чуркину. Коллеги по ООН, где он возглавлял российскую миссию, называли его одним из самых образованных людей и глубоко преданным своей стране дипломатом. Он был голосом России, которому нельзя не прислушаться. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Он первым в мире выполнил фигуру высшего пилотажа Кобра на Су-27. Игр-волк испытал почти все виды самолетов. Его экипаж должен был лететь на многоразовом корабле «Буран». Этих летчиков так и называли «волчья стая». И очень переживал, что единственный полет «Бурана» был беспилотным. Раньше на ракете летал, а теперь верхом на палочке. Его коллегу Георгия Гречко особенно любили за чувство юмора. Казалось бы, космонавт, бортинженер – три сложнейших и опасных полета. Но он верил, что во Вселенной мы не одни. Хотя и говорил, надейтесь только на себя. 10% от судьбы не уйдешь и 90% что твоя судьба в твоих руках. Он первым доказал, что слово о полку Игореве не подделка, а реальный памятник Древней Руси. Величайший российский лингвист Андрей Залезняк изучал берестяные грамоты и русское словесное ударение. И слушать его лекции было большим удовольствием. Вообще, ученому никогда не скучно говорил нобелевский лауреат, физик Алексей Абрикосов. Он изучал сверхпроводники и заверял, что сверхскоростной транспорт и сверхбыстрые компьютеры – это не фантастика. Главное – не отвлекать от работы. Мне не нужно никакие ни люди, ни окружение, ничего не нужно. Потому что я с своей наукой все время вместе. Говорят, не повезем, если черный кот дорогу перебет. Она пела трогательно и ярко. И миллионы людей любили ее песни и подпевали Тамаре Мянсаровой. Вслед за Александром Тихоновичем и группой Верасы «Малиновку» подхватила вся страна. Вместе с супругой Едвигой Поплавской он пел о любви и нежности, о том, как уютен и хрупок наш мир. На дворе ни машин, ни людей, ни машин, ни людей. Певицу Людмилу Рюмину любили за мощь и красоту голоса, за душевность и сердечность. А легендарный Зураб Саткилава до последних дней покорял силой и волшебством голоса и отдавал зрителям всю душу. И каким же горьким не только для России, для всего мира стал уход Дмитрия Хворостовского. Это случилось так рано и так несправедливо. Еще незадолго до этого он плакал на сцене и говорил зрителям, как их любит и как не хочет уходить со сцены. Его блистательная жизнь, мужество последних месяцев и проникновенный голос тоже навсегда останутся в наших сердцах. На стане тени журавлины стаи, я повечу в такой же сезонгле. Из-под небес, как птичьи отвлекая, всех восковов оставил на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok